Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Надежда Дик. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Что такое нанотрубки и как ученым из Казанского университета удалось снизить их стоимость? Первый инсталайф в новом году. Спортивные достижения казанских студентов. В КФУ пройдет конференция, посвященная памяти академика РАН Камиля Валиева. В рамках мероприятия состоится пленарное заседание. Будут работать отдельные секции и интерактивные площадки. Конференция пройдет 15 января в Елабуке, в Доме научной коллаборации имени Валиева. А теперь к другим новостям. Адресная доставка лекарств, автомобилестроение и даже создание тонких, но надежных электрических проводов. Все это отрасли, где использование углеродных нанотрубок открывает новые возможности. Однако, до недавнего времени существовала большая проблема – высокая коммерческая стоимость продукта. О том, как ученые из Казанского университета смогли снизить этот показатель – наш сюжет. Прочность, изгиб, легкость, электропроводимость – все это про углеродные нанотрубки, которые по праву можно назвать материалом будущего. Всего 0,1% нанотрубок, добавленных в другой материал, позволит существенно изменить свойства последнего. Впервые эта новая аллотропная форма углеродных соединений была открыта в 1991 году. Глобально принято делить все нанотрубки на одностенные и многостенные. По своей структуре одностенные напоминают лист бумаги, свернутый в трубочку, а многостенные похожи на несколько таких листов, вложенных друг в друга. При этом между собой стенки химически не связаны. Наибольший интерес для исследования представляют собой одностенные углеродные трубки. Область нашей работы касается одностенных. И вот теперь внутри одностенных нанотрубок тоже великое множество. И вот поскольку у них атомы соединены немножечко под разным порядком, они на самом деле обладают совершенно разными физическими свойствами. В частности, они обладают разной электрической проводимостью и обладают разными оптическими свойствами. То есть они могут поглощать видимый свет при разной длине волны и обладают различной фотолюминесценцией. То есть, соответственно, они могут испускать свет тоже разной длины волны. Именно электрические свойства одностенных углеродных нанотрубок позволяют дальше делить их на металлические и полупроводниковые. Металлический тип проводимости, почему он так называется, это в принципе точно такой же, как вот в металлических проводах. Через полуметаллическим проводам электроны текут совершенно свободно, не встречая никакого сопротивления. А полупроводники, на которых вот все транзисторы основаны, они обладают так называемой запрещенной зоной. Так вот эти вот нанотрубки углеродные, которые полупроводниковые, они все обладают определенной вот этой запрещенной зоной. Она у всех у них разная. Соответственно, они все обладают разной проводимостью, но и мы их все равно можем отнести все к одному типу. Это полупроводниковый тип проводимости. Соответственно, оба этих типа могут быть использованы в современных технологических решениях, правда, в абсолютно разных областях. Если металлический тип в ближайшем будущем может заменить собой алюминий и медь в обычных проводах, то полупроводниковый поможет в медицине. Например, способность к фотоалюминесценции позволит применить их для терраностики, ранней диагностики заболеваний и адресной доставки лекарств. Так почему же такой универсальный материал, как углеродные нанотрубки, пока не сыскал достаточной популярности? Ведь его по праву можно назвать философским камнем 21 века. Все дело в банальной экономике. До недавнего времени стоимость производства углеродных нанотрубок была слишком высокой. Однако ученые из Новосибирска смогли решить эту проблему и поставить производство на поток. Но даже с большим объемом производства не уходит следующая проблема. В процессе производства вместе получаются как полупроводниковые, так и металлические нанотрубки, которые необходимо сепарировать. Долгое время для разделения нанотрубок применялся гель полисахаридов, который до этого успешно применялся для разделения белков. Однако в виду высокой стоимости этот метод тоже нельзя было назвать слишком успешным для промышленного производства. Ученые Казанского университета смогли разработать новый сорбирующий материал, который позволит уже в ближайшем будущем заменить дорогостоящий гель и существенно снизить коммерческую стоимость разделенных углеродных нанотрубок. Вот мы разработали совершенно новый материал, который можно использовать в колоночной хроматографии для того, чтобы эффективно разделять углеродные нанотрубки без... То есть вместо использования вот этого вот гелеобразных вот этих полисахаридов и стоимость нашего вот этого материала, ну она будет как минимум в 10 раз, а может быть и в 50 раз более низкой, чем стоимость вот этого комического полисахарида. Получится ли новому веществу выйти за пределы лаборатории и активно применяться для разделения нанотрубок, покажет время. Александр Фирсов, Универньюз. В шоуруме Казанского университета прошел Инсталайф Института международных отношений. Мероприятие проводится каждый год для абитуриентов и их родителей. Будущим студентам в прямом эфире удалось узнать, какие языки изучают в институте, куда можно устроиться после обучения и многое другое. Профессоры Института международных отношений не просто рассказали про обучение в ВУЗе, но и ответили на вопросы обучающихся. Представители расскажут о количестве бюджетных мест, об оплате, о том, как все-таки поступить студентам из зарубежа, из ближнего и также дальнего зарубежья, о различных стажировках, о также направлениях. То есть делится институт на разные подразделения, какие есть направления, кем они выйдут оттуда и так далее. То есть здесь вся полезная информация будет проходить, то есть рассказываться от представителей международных отношений, и студенты также могут задавать свои вопросы, на которые прекрасные деканы ответят. Награждением офлайн завершила спорта Геада Юлбарс Онлайн. Представители всех учебных подразделений Казанского федерального университета собрались в Малом зале Уникса для чествования победителей и призеров в этом уникальном для студенческого спорта мероприятии. Вместе с ними была и наш корреспондент Наталья Журнова, которая сейчас расскажет, кто в онлайне оказался сильнее. Почти каждое спортивное событие заканчивается объявлением своих победителей. Вот и в этот раз на сцене Малого зала Уникса можно было увидеть людей с медалями и кубками. Повод – награждение по итогам онлайн-спорта Геада среди первокурсников Юлбарс Онлайн. Пандемия коснулась всех сфер деятельности университета. Мимо спорта это также не прошло. Многие мероприятия были переведены в онлайн-формат, в том числе и спортикиада Юлбарс Онлайн. Данный формат мероприятия – уникальное событие в мире студенческого спорта. В принципе, особых трудностей не возникло. В 2020 году весной мы уже все это попробовали, когда были вынуждены уйти в сеть, в онлайн-режим. Мы провели турниры и по шахматам, и были у нас киберспортивные турниры по FIFA и по Dota 2. И поэтому, в принципе, когда мы осенью думали о новом формате спортикиады первокурсников, мы больше всего даже опасались того, что с нашим студентом это покажется немножко странным. Отходим от традиций, но уже после прошествия спортикиады можно смело заявить, что спортикиада зашла на ура. Я думаю, данный формат выйдет на новый уровень, и будут все студенты Казанского федерального университета принимать участие в спортикиаде онлайн. С площадок и беговых дорожек студенты перенеслись на просторы Dota 2, шахматы и шашек онлайн, поиграли в интеллектуальный квиз, позанимались визрой на удаленке и наматывали километры в рамках RunOnline. Первые награды были вручены участникам соревнований по шахматам и шашкам, в которых приняли участие более 200 студентов. Лучшими шахматистами в общекомандном зачете стали первокурсники из Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем, оставив позади набережно-челунинский институт. В шашках же студенты из набережных Челнов не отдали свое преимущество и заняли первое место в общекомандном зачете. На втором месте Институт математики и механики. К слову, это единственное серебро для данного института. В остальных видах спорта студенты Мехматы стали чемпионами. В необычной для спортикиады компетенции квиз-викторина они становятся безоговорочными лидерами и забирают кубок. Самым обширным видом соревнований Yulbars Online стала физра на удаленке. Участники спортикиады состязались в таких упражнениях, как отжимания, приседания, бег и планка. Лучшими вновь стали студенты из Института математики и механики, забрав свою копилку, очередной кубок и многочисленные медали. Спортикиада не обошлась и без киберспортивного турнира. Мехмат показал, что силен не только в физической подготовке, но и в командных играх. Своими киберспортивными навыками ребята из Мехмата вывели свою команду на первое место, даже в таком нестандартном соревновании. Таким образом, Институт математики и механики в одну калитку обыграл своих конкурентов и стал абсолютным чемпионом в рамках спортикиады Yulbars Online. Во-первых, мы очень сплоченные. Во всех абсолютно видах, где мы участвовали, мы старались друг другу помогать. При подготовке и при участии поддерживали друг друга. И, конечно, наш спорторг Юркин Сергей, он тоже сыграл немаловажную роль. Он всегда нас мотивировал, поддерживал. Вот, наверное, два фактора. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова